Здравствуйте, друзья, компания Алям, с вами Кузнецов Дмитрий. А вы знаете, из архивчика достал, это вот Федеральное Агентство по сбору платежей, и те в мой огород пытались залезть, вот эти вот козлы, да, но с ними, по-моему, намного быстрее получилось, чем с Кредит Экспресс Финанс, с МБА Финанс, что там, Актив Бизнес Коллекшн, это я вот так вот, то, что на память те, которые долго со мной пытались биться, этот еще Эверест был, да, вот. Вот, ну, я сейчас к тому, что пытаются, работящие-то какие, а вот только до какой степени должно быть им не по себе, когда они не понимают, что в итоге они проиграли, и я бы очень много дал за то, чтобы каким-нибудь образом им о себе напомнить, очень обидно, что они не запоминают, с кем общаются, и вот, конечно, я понимаю, можно позвонить, напомнить о себе, вот, мне хотелось бы вот именно вот этой публике, которая так вот горячо доказывает то, что никуда человек-нединца все равно придется заплатить. Вот как бы вот именно на этого дебила или дебилку выйти и им дать понять, слушай, вот он я, я ничего никому до сих пор не плачу, а твои угрозы ты можешь засунуть себе в то самое вот место, откуда, ну, вы знаете, о чем я сейчас говорю. И давайте вот из архивчиков годичной давности ролик, ну, внизу уже многие, наверное, не слышали, это меня еще те ребят, те, кто мою историю не знают, я много раз рассказывал, ну, слушайте, в общем, короче говоря, до того, как я стал это все предлагать людям, как организовал компанию лям, я сам все на себе это протащил. Итак, слушаем, наслаждаемся и смеемся. Добрый день, меня зовут Харина Анжелика Сергеевна, это финансовое агентство по сбору платежей, слушаю вас. Это я вас слушаю, вы же мне позвонили. Звонок он поступил от автоинформатора, у премьер граждане переселка специалиста, с какой целью? Чего-чего? Помнять мне, пожалуйста. Мне поступил звонок, звонил телефон в кармане у меня, я взял, мне робот сказал нажать единичку, я нажал. Вот, с какой целью перевели звонок? Вы Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, я правильно понимаю? Да, я из вежливости перевел, вам же что-то от меня нужно. Вопрос. Вы Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, все правильно? Репит. Да, из вежливости перевел, потому что вам от меня что-то нужно. Помните, так сказал репит по-английски, значит, повторяю. Сумма вашей задолженности по состоянию на 25 июня текущего года продукту Visa Gold составляет 621 тысячу 850 рублей 91 копейку. Сумма выставлена вам на полное взроскание, то есть графика платежей у вас нет, при этом свой долг остается нефиксированной и она может увеличиваться за счет штрафных санкций. Данная информация вам понятна, Дмитрий Евгеньевич? Абсолютно, не первый же раз говорите. По требованию Банка Русский Стандарт в настоящий момент нам не необходимо сверить сантактную информацию. Назовите дополнительный номер телефона для связи с вами. Нет такого номера. Назовите адрес вашего фактического проживания. Нет, сначала вы назовите адрес своего фактического проживания. Могу представить адрес нашей компании, это город Москва, улица Крутицкий, Вал, дом 14, офис ФАС. И какие отношения у вас от этой вашей компании со мной? По основанию выбора Банк Русский Стандарт находится совсем по другому адресу. Банк Русский Стандарт уполномочил нашу компанию провести с вами работу на предмет досудебного урегулирования по вопросу возврата вашей задолженности. А договор у вас агентский, верно? Правильно понимаете. А с кем заключается договор? С кем заключается агентский договор? С Банком Русский Стандарт, с руководством Банка Русский Стандарт? Агентский договор заключается между двумя юридическими лицами. В данном конкретном случае. Конечно, конечно. В данном конкретном случае это Банк Русский Стандарт и Акционерное общество, финансовое агентство по сбору. Банк Русский Стандарт в лице директора, Либо представителя, либо доверенного лица Ваша организация В лице директора, либо представителя Этого директора А вы кто, дамочка? Что зависаете? Перевариваетесь? Я вас слышала, нет, я вас прекрасно слышала Вот вы, дамочка, кто В этой компании? Меня зовут Анжелика Сергеевна Вы имели честь поставить автограф на этом договоре, да? Или может быть Я вам помогу, вам организация Ваша доверенность выписала Которая делегирует вам право общения Со мной Вы все сказали А теперь послушайте меня Я являюсь сотрудником Акционерного общества Финансового агентства по сбору платежей Доверенность мне не требуется Потому что я нахожусь в штате Данной организации Нет, дорогуша, по закону Вести переговоры со мной Имеет право только тот человек Кому доверили Либо та организация в лице директора Либо доверенное лицо Это закон Я вам говорю об этом Вы не правы Сейчас замолчите и послушайте Дмитрий Евгеньевич Вы сейчас говорите Вы сейчас говорите Совершенно безграмотно В рамках персиденции Вы выражаетесь некорректно А аргументируйте А аргументируйте Согласно Согласно Агентского договора Это повторение Озвученного материала А теперь аргументируйте Ваши доводы Уважаемая барышня Я в свою очередь Могу аргументировать Свои Уже достаточно весомые Аргументы Я вот сейчас преподнес От вас я ничего не услышал Кроме повторения Озвученной информации Которую вы заучили Еще раз повторю Я юрист У меня 14-летний стаж Я занимаюсь тем Что помогаю людям Это не относится Это не относится К предмету переговора Как же не относится Я вас просто Пытаюсь вам помочь Чтобы вы ахинею не несли Ваша помощь мне не требуется Если вы юрист Вспомните Что такое понятие Диалога существует Я знаю Отлично Ваш монолог Мне сейчас абсолютно неинтересен Ну если почитать Количество слов Которые вы озвучили И которые я произнес Ваших слов гораздо больше Только они одинаковые Они постоянно повторяются Параллель с вами Вести переговоры Я не стану Да конечно Куда же Слышали меня Ну хорошо Попытайтесь Сказать что-нибудь От себя Взвешенно Аргументированно Не забывайте О той информации Которую я вам сообщил И так я слушаю Не буду вас перебивать Дмитрий Евгеньевич Вы абсолютно были Не правы Касаемо того Что с вами Может вести Переговоры Только лицо Которое подписало Агентский договор На основании Агентского договора Подписывает лицо Согласно с вами Директор Либо Уполномоченное лицо Которое вправе Представить интересы Нашего юридического лица Это Алфас Но Заключают договор На работу Нашей организации В целом Не только То лицо Которое подписывает договор Уполномоченно Производить с вами Работу Но именно Наша компания Банк Русский стандарт Уполномочил Не определенному Физическому лицу А именно Юридическому лицу И правильно Акционерного Уфа А вы кто Душечка По сбору платежей Дмитрий Евгеньевич Повторяю вам Что я являюсь Специалистом Акционерного Общества Финансового Агентства По сбору платежей Вольно Наемный Сотрудник Я вам рекомендую Рекомендую Включить запись Переговор Она у меня включена И прослушать Его изначально Я его всегда включаю Настроить на диалог И мы вместе с вами Можем это делать Прежде чем Называть себя Я юристом Дмитрий Евгеньевич Прежде чем Называть себя Юристом Изначально Ознакомьтесь Нормативно-правовой базы Чтобы Впредь в такую Неловкую ситуацию Не попадать Сейчас Если вас прослушают На самом деле Юристы Вы здесь будете Довольно-таки Весел Я повторю Вы Физическим лицом Вы Сами Ознакомься Я физическим лицом Которая заключила Трудовые отношения С акционерным Агентством Финансового Агентства По сбору платежей Вы Остаетесь Вольнонаемным Сотрудником Физическим лицом Как вы Представите Как вы Представите Что вам Позвонит Финансовое Агентство По сбору платежей В роли кого Я разговариваю С вами Делаю вам Огромное одолжение Я могу вас послать Куда-то Настраивайте На диалог С вами свяжу И подумайте Что вы сейчас Воспроизводите Себя услышите Всего доброго Да, конечно В отличие от нее Друзья Мы не то Что я сам подумаю Мы вместе с вами Подумаем И я в конце Опросничек размещу Как по вашему мнению Прав я или нет Тут даже не нужно Обладать какими-то Юридическими познаниями А просто Поразмышлять Ну с небольшим Таким уклоном В юридическую плоскость Итак Она утверждает Что они заключили Агентский договор Кстати говоря Это очень-очень Спорный вопрос Наверняка Ничего они не заключали А просто С биржи должников Взяли информацию Как и многие Другие коллекторы Делали Ладно Окей Заключили якобы Юрлицо В лице директора Либо доверенного лица Там поставили Подпись Действующей на основании Устава И так далее После чего Они должны Осуществлять Свою деятельность И конечно же У них должны быть Сотрудники Которые Будут Вступать В переговоры Так вот Помимо этих сотрудников Есть еще куча Других сотрудников Уборщицы Там всевозможные Писари Не знаю В конце концов Юристы Что скорее всего Не соответствует Истинно В таких конторах Юристов не бывает Никогда нормальных Так вот Ладно Та публика Уборщики Юристы И документоведы Это два Ну и там Очень много Очень много Пунктов Это три И если вдруг Этот человек Звонит Он должен Официально Представлять Интересы Вот этой Организации Ему Должна быть То есть Эта организация Насколько я подозреваю Является Оператором Который Имеет право Обрабатывать Персональные данные И он В реестре Находится Эта организация Находится В реестре Так вот Если соответствовать Всем законодательным Нормам То естественно Лицо Которое Осуществляет Вот эту Переговорную Часть Должна Тоже Соответствовать Вот этим Самым Нормам То есть Это должен Быть Либо сам Директор Сам Директор Либо лицо Уполномоченное Доверенностью Проще Говоря Каждому Сотруднику На основании Этого договора Договор агентский Заключаться Должен Четко Конкретно По конкретному Эпизоду То есть Со мной Либо с Иван Ивановичем Пупкиным На предмет Разговора С Иван Ивановичем Пупкиным Либо вот со мной С Кузнецовым Дмитрием Евгеньевичем То есть Не должно быть Знаете Как я слышал В одном из роликов Договор Сразу агентский На 600 человек Нет Такого Нет в нормах Нигде Конкретно Если договор То значит Банк Коллектор Должник Один Персонально И вот За этим должником Должен закреплен Быть Какой-то сотрудник Которого Есть доверенность На осуществление Переговорной Части Да Вот Именно этот сотрудник Является Окончательным звеном Который Непосредственно Ведет сбор Той самой Информации Это очень строго Должно контролироваться То что происходит Здесь Это тупик Для них То есть Как она сама сказала Как мы можем вам доказать Что мы с этой организацией Да никак Точнее Есть четкий Конкретный регламент Который вы не выполняете Хотите Я вам расскажу Как это должно выглядеть И вы поймете Почему Это невыполнимо С их стороны Ну во-первых На основании 230 федерального закона Вас должна уведомить Организация Кредитор О том Что появилось Третье лицо С указанием Всех реквизитов Названий Адреса И так далее Кредитор А не сам этот коллектор После этого Коллектор Звонит вам И вы видите Понимаете Что именно Этот коллектор После представления С вами общается И вот это Вот там Какая ее там зовут Анжела Я не помню Да По-моему Как-то нахле у нее Фамилия Должна представиться И объявить И объявить Что она Является Непосредственным Лицом Которому Вот эта организация В данном Конкретном случае Федеральному Агентству По сбору платежей Поручено То-то 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 Делать Я имею Право Как Человек С которым Идет Вот этот Контакт Либо Отказаться Взаимодействовать С ними Это тоже Закон Не регламентирует Совершенно Спокойно Сказать Нет Не хочу Не буду Все Общение В переписке Ну как вариант Либо сказать Окей Уважаемая Анжела Батьковна Я жду От вашей Организации Копии Всех документов Которых Четко Прописано Что вот Анжела Имеет Право Разговаривать С вами И должно Это быть Подтверждено Доверенностью Чисто Теоретически Это сделать Не сложно Вот Не сложно Вообще Но они Этого Не делают По одной Простой Причине Во-первых Никаких Агентских Договоров С банками Не заключается Все Берется Просто Тупо С биржи Должников Либо Пакетами Сливается Вот этим Конторам Со стороны Банков Доказать Вот этот Беззаконный Вот этот Этап Практически Нереально Ну как Вы докажете Что кто-то там Пришел С банком Отчетом Договорился Да и люди Не доказывают И не пытаются Ничего делать Запомните Закон пишется Не для банков Не для коллекторов Не для бандитов А для нас С вами Друзья Чтобы мы учились Им пользоваться Этим законом Понимаете Какая ситуация Если вы не умеете Не знаете У вас сил нет Обращайтесь К специалистам Ну мы готовы Допустим Вам помочь Наши услуги Не бесплатные Но Мы Ведущий Юридический Оператор На территории Российской Федерации Я сейчас говорю О компании Аля Руководителем Которой я являюсь Я действительно В свое время Должен был Кучу денег Этим всем Проходимцам Поотдавал И моим Все мало 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 Они меня загнали В тот самый тупик Я был вынужден Начать разбираться Образование Позволяет мне Это сделать Когда разобрался Волосы дыбом Стали на голове Я решил Действовать Их же Методами Только в законных Рамках Я сделал шаг В их сторону Перестал платить И вот что Из этого Получалось На данном этапе У меня Никаких долгов Нет Точнее Они есть О них знает Только сам кредитор И я И то Я об этом Вспоминаю С удовольствием Потому что Понимаю Что они Проиграли Хотя они Этого не признали Да и ради Ради бога Я спокойно Передвигаюсь По стране За границу Совершенно Спокойно Приобретаю имущество И так далее Но в данном Конкретном случае Потому что Был проведен Определенный Комплекс мероприятий Сейчас он уже Далеко Вперед шагнул Все усовершенствовано Потому что Мы уже не первый год Работаем В формате Коммерческого Предложения Для людей Хотите познакомиться С алгоритмом Нашей работы Пожалуйста Пройдите на наш сайт www.alian.ru Ссылочка на сайт Есть в описании Этого любого Другого ролика Ну и В качестве подсказочки В правом верхнем углу Выходит Ссылочка Вот она Кликабельная подсказка Посмотрите Посмотрите видео На сайте И оставляйте заявку Либо звоните нам Мы вам Обязательно Поможем Вот в этой презентации Все подробно Рассказывается Ну и Если кто-то С чем-то не согласен Давайте так Все по-честному Пишите в комментариях Может быть у вас Другая точка зрения Что касается Как вот они должны Общаться с должниками Вообще Могут ли они Имеют ли они право Ну каждый свое мнение Может высказать Совершенно спокойно В комментариях Если вам понравился ролик Ставьте лайк И подписывайтесь На наш канал Если вы этого еще не сделали И как я обещал Опросник Опросник Вот я вас прошу Согласны вы со мной Разделяйте вы мою позицию Или нет По отношению Вот к этой девочке К этому диалогу Ну и конечно же Оставьте свое мнение А я желаю вам счастья Здоровья Финансового благополучия Вам и вашим близким С вами был Кузнецов Дмитрий Центр юридической защиты Компания Аля Обращайтесь Всегда мы вам поможем До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok